Здравствуйте, с вами Финверсия ТВ. Представляем вашему вниманию прогноз по финансовым рынкам на новую неделю. Курс пары евро-доллар резко снизился на прошлой неделе почти на 150 пунктов и завершил торги на уровне 1,1230. Падение евро обеспечили итоги заседания Европейского центра банка в четверг, после которого котировки пары опустились к минимальному уровню с середины 2017 года на отметке 1,1176. Три основные причины вызвали резкое снижение европейской валюты по отношению к остальным активам. Во-первых, ЕЦБ объявило о начале дополнительного этапа кредитования банков начиная с сентября для повышения количества денег и стимулирования потребления и бизнеса. Низкая инфляция и снижение роста экономики в первом квартале 2019 года привели к необходимости дополнительного монетарного стимулирования. Программа количественного смягчения ЕЦБ завершилась в прошлом году, но целевой уровень инфляции не был достигнут с тех пор. Более того, потребительские цены не показали даже незначительного роста, поэтому Европейский центр банк принял решение вернуться к политике увеличения объема дешевых денег. Во-вторых, ЕЦБ понизил прогнозы роста экономики и инфляции в еврозоне в ближайшие годы. В ходе пресс-конференции Марио Драги объявил, что в 2019 году ожидается рост потребительской инфляции на 1,2% и на 1,6% в 2020 году. Прогноз роста ВВП в еврозоне был понижен в текущем году с 1,7% до 1,1%. Главной причиной текущих проблем Драги назвал геополитические факторы, очевидно имея в виду затянувшийся процесс Брекзита, политические и экономические сложности в Германии, Италии и торговые войны США с остальным миром. За несколько часов до заседания были объявлены уточненные данные роста ВВП в еврозоне за четвертый квартал 2018 года. Показатель был снижен на 0,1% по сравнению с предварительными данными до 1,1%. В-третьих, европейский регулятор дал понять, что не будет повышать процентную ставку до конца года. Предыдущие прогнозы предполагали первое повышение летом или осенью, однако после заседания в четверг рынки ждут повышения ставки не раньше весны 2020 года. ЕЦБ уже отмечал замедление экономики и отсутствие роста инфляции. Масштаб снижения прогнозов и принятие кардинальных мер по увеличению предложения денег означает, что уровень проблем достиг критичной точки. Новый раунд программы кредитования банков рассчитан до марта 2021 года, и это говорит об отсутствии уверенности ЕЦБ в краткосрочном разрешении ситуации. Дальнейшая перспектива евро по отношению к доллару кажется вполне определенной. Недавние заявления ФРС и стабильное состояние американской экономики предполагают вероятное повышение процентной ставки в США в третьем или четвертом квартале текущего года. Таким образом, расхождение в монетарной политике США и еврозоны продолжает увеличиваться, и это приведет к снижению курса евро-доллара. Ближайшей целью пары станет ключевой уровень поддержки 1.10. Дальнейшая динамика во многом будет зависеть от состояния экономики США и действий ФРС. В нашем прогнозе на предстоящую неделю предполагаем продолжение падения курса пары евро-доллар к уровням поддержки 1.1210, 1.1180, 1.1150, 1.1125 и 1.1100. Курс пары фунт-доллар значительно снизился на прошлой неделе и вплотную приблизился к ключевому уровню поддержки 1.30. Великобритания на прошлой неделе предложила Евросоюзу новый вариант сделки, где действие страховочного механизма «Бэкстоп» ограничено 12 месяцами. Во вторник, 12 марта, в британском парламенте пройдет голосование по поводу соглашения. Если британские депутаты не одобрят сделку, уже на следующий день они проголосуют за перенос срока выхода из состава ЕС с 29 марта на более поздний период. В случае благоприятного исхода голосования соглашение должно быть одобрено Евросоюзом. Основным пунктом несогласия ЕС и Великобритании остается статус границы между Ирландией и Северной Ирландией. Текущий механизм «Бэкстопа» сохраняет членство Северной Ирландии в едином рыночном пространстве и таможенном союзе Евросоюза, что вполне устраивает ЕС. По мнению Терезы Мэй, «Бэкстоп» не может быть постоянным и финальным соглашением необходимо регламентировать срок его действия. Главный переговорщик от Евросоюза Мишель Барнье на прошлой неделе заявил, что готов согласиться со временным характером «бэкстопа». Таким образом, предстоящая неделя станет определяющей для выхода Великобритании из ЕС. Соглашение либо будет одобрено, либо сроки Брекзита будут смещены. Есть даже небольшой шанс повторного референдума по выходу Великобритании из состава ЕС. Наиболее вероятным выглядит вариант с переносом сроков. Британские законодатели уже голосовали в январе против сделки, предложенной Терезы Мэй. К тому же, внутренние политические противостояния, где Брекзит является лишь разменной монетой, не позволяют ожидать поддержки премьер-министра. Сроки выхода Великобритании из ЕС могут быть смещены на осень 2019 года. При любом исходе голосования британскую валюту ожидает высокая волатильность на предстоящей неделе. Если сделка будет одобрена британским парламентом и Евросоюзом, курс пары фунт-доллар может быстро вернуться к недавнему максимуму с лета 2018 года на 1,3350. Голосование против текущего варианта соглашения и перенос сроков Брекзита с 29 марта приведет к более неоднозначной реакции рынка. Дополнительное время для переговоров Евросоюза и Великобритании будет означать, что шанс на заключение соглашения в итоге вырастет, и это окажет поддержку британской валюте. С другой стороны, если парламент и ЕС не одобрят текущую сделку, уровень неопределенности валютных рынков вырастет, а это негативно скажется на потребительской и деловой активности Великобритании. В любом случае, на следующей неделе вполне вероятно может стать движение фунта на несколько сотен пунктов. В нашем прогнозе на предстающую неделю предполагаем снижение котировок пары фунт-доллар к уровням поддержки 1,2970, 1,2920, 1,2880, 1,2850 и 1,2800. Альтернативный вариант предусматривает рост пары к сопротивлениям 1,3035, 1,3070, 1,31, 1,3125 и 1,3160. Информационный портал finversia.ru – финансовая версия происходящего в мире экономики. Ждем ваши комментарии. Каждый брокер думает об увеличении прибыли. Оптимизация процессов происходит во всех Форекс-компаниях. X-Critical свела воедино и оптимизировала все составляющие бизнес-процесса. Современная платформа с множеством передовых функций. Интегрированный с различными провайдерами CRM. Система аналитики, обрабатывающая всю информацию в онлайн-режиме. Совместимость продуктов X-Critical между собой и со сторонним программным обеспечением, а также доступность и скорость обновления информации позволяют принимать быстрые и качественные бизнес-решения. А это основа стабильного и прибыльного бизнеса. Позвоните сейчас, и представитель X-Critical представит вам новые возможности получения прибыли.